здравствуйте дорогие друзья сегодня у меня на канале будет еще одно видео посвященное ножам компании бенчмейт бенчмейт гриптилин и поговорим мы сегодня о самой классической его модели это 550 гриптилин вот такой вот замечательный нож ну коротко о том как он не достался хочу сказать я знаю что иван давно уже ждет этого видео и хочу сказать иван огромное вам спасибо за то что поменялись со мной на этот нож потому что вот как бы есть такая ситуация я сейчас подробно расскажу этот нож наверное я бы сам себе никогда бы не купил а честно говоря очень рад тому что для себя открыл как бы заново вот эту версию мины 550 гриптилин ну давайте на него коротенько посмотрим вот так вот сравнение с 551 который был у меня всегда можно сказать всегда очень давно он у меня уже есть у 550 гриппа вот такая вот очень необычная форма клинка здесь в данном случае достать 154 7 давайте вот так вот покажу как выглядит его с 1 он такой тут довольно интересный нож был поэтому как бы особенно там не являйтесь но так выглядит нож который заметно был уже у него отдельный такой компонент и является тот факт что вот эти спуски они подвогнуты спуски почти от середины клинка но они при этом подвогнуты и это дает просто невероятный плюс к его резу то есть если честно признаться я не ожидал что вот этот гриптилин так отличающийся будет резать даже от вот этого вот h2o у которого я сделал очень устро острый угол то есть видите там совершенно обалденным подводом кто еще что видео не видел как бы в общем здесь очень на острый угол заточен этот нож но тем не менее режет в бытовых задачах вот этот вот приятнее вот несмотря на то что здесь такого острого угла конечно же нет классическая рукоятка она точно такая же как на 551 гриппе да и на всех остальных грипптильных рукоять используется одна и та же из-за этого есть такой любопытный момент обратите внимание сколько здесь еще места связано это с тем что у клинка танта из гриптилин и танта у которых немножко больше длина клинка и вот как бы рукоятка сделана производстве для всех ножей одинаковая поэтому вот здесь можно тоже посмотреть что есть свободное место и здесь она еще более значительно смотрится но такой вот момент скажу вам такую штуку я решил что конечно же мне нужно в каких-то классических вариантах обзавестись всеми гриппами именно в классических вариантах и вот этот вот гриптилин он ну как бы был наверное моей первой целью который он когда у меня появился то есть я сразу понял что наверное я буду коллекционировать все остальные гриппы потому что я вдруг неожиданно понял что да эстетически мне всегда нравилась 551 модель 550 мне не нравилось клайк категорически потому что я не люблю спадерхолы на разу на ножах я не люблю какие-то такие вычурные вычурные несколько формы клинков но это оказался тот случай когда такая необычная формула работает еще лучше классической то есть и меня это очень сильно удивило и порадовало поэтому откровенно говоря я когда немножко поработал этим ножом понял что именно модель бенчмент гриптилин в таком узком смысле дает широкие возможности для коллекционирования потому что есть по меньшей мере пять строев клинка которые используются на этих моделях пять есть пицца да вот есть есть кроме того есть мини версии кому они интересны я их лично не очень люблю но как бы другой вопрос вот и как бы но при этом прародителем всего этого является именно 550 грипп то есть здесь его классическая удобная рукоятка и вот это именно тот вариант этого ножа который предназначен с таким упором сделан на рез вот такая вот выгнутая режущая кромка обратите внимание как это по сравнению с 551 здесь сделано такая больше похожая на бритву она именно для разрезания чего-то предназначена отсутствие шпенька что позволяет пользоваться этой кромкой в полной и длине да как бы не без всяких разных ограничений хотя на 551 тоже сделала некоторые хитрости которые позволяют почти то же самое но на 550 можно чуточку больше и вот эти вот совершенно чуманенные вогнутые спуски я теперь думаю интересно не бывало ли когда 551 модели гриппа со спусками вогнутыми потому что мне почему-то кажется что не у всех 550 спуски именно такие режет этот нож совершенно зашибательски ему как бы никогда никто не перетачивал клинок то есть только он правился немножко ну а простая 154 7 чего мне тут говорить как бы есть вариантов с разными сталями этих ножей и я вам покажу в некоторых будущих видео в общем совершенно замечательная штуковина заново для себя открыл очень порадовался дала толчок коллекционирование гриптилинов лично мне надеюсь что это было интересно большое спасибо за просмотр пока